Сохранение населения, его здоровья и благополучия – вот цели работы департамента по социальной политике мэрии Новосибирска. Три ключевых управления – социальной поддержки по вопросам несовершеннолетних, опеки и попечительства, а также демографии – реализуют основные направления деятельности этого муниципального подразделения. Всего в решении этих задач задействовано 2600 специалистов. Говоря об итогах 2022 года, начальник департамента Ольга Незамаева в первую очередь отметила изменения, которые привнесла в работу частичная мобилизация. По поручению мэра Новосибирска, которое было дано нам на 19-й сессии Совета депутатов 28 сентября, мы в самые короткие сроки организовали комплексную работу по оказанию помощи мобилизованным жителям Новосибирска, военнослужащим России, а также всем членам их семей. В разработанный пакет дополнительных социальных мер вошли различные социальные гарантии, в том числе и материальные выплаты. В этом году предстоит заняться комплексной реабилитацией участников специальной военной операции, которые вернутся домой их обучением или переобучением новым профессиям. В прошлом году департаментом продолжена была реализация национального проекта «Демография» федерального проекта «Старшее поколение», и за прошедший год системой долговременного ухода было охвачено более 7,5 тысяч пожилых и маломобильных граждан. Тысячи детей-сирот и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, побывали в оздоровительных лагерях на нескольких площадках, включая палаточный лагерь. В 2023 году мэрия города планирует начать строительство корпуса круглогодичного пребывания на территории лагеря «Сказка». Департамент продолжает выполнять программу по обеспечению жильем детей-сирот. В прошлом году свои квадратные метры обрели 166 человек. Руководитель департамента отметила, что в 2023 году ведомство продолжит разрабатывать дополнительные меры поддержки граждан, создавать благоприятные условия оказания медицинской помощи, участвовать в вопросах опеки и попечительства, в общем, работать на системную поддержку и повышение качества жизни новосибирцев. Продолжение следует...